Это дом-трансформер – инновационный продукт завода СКДМ. Для транспортировки блок-контейнер полностью складывается и занимает менее метра в высоту. Такие дома в следующем году отправятся в Африку. Вологодское предприятие участвует в социальной программе, которую проводит правительство Нигерии для обеспечения населения постоянным жильем. В Вологодской Слободе – опытный образец новой конструкции. Региональная выставка сделана на Вологодщине – презентация лучших и новых разработок ста предприятий Вологодской области. Компания «Мизон» представляет образцы изделий, которые заказывают предприятия высокоточного машиностроения по всей стране. На экране модель промышленного робота, которого планируют внедрить предприятие. Это устройство позволяет полностью отказаться от работы персонала в цеху. Это младшая версия реального промышленного робота фирмы «Фанук». На базе нашего учебного центра планируется сделать учебный центр данной фирмы совместно с фирмой «Фанук» и впоследствии внедрять роботы данной фирмы в реальное производство. Основной упор компании сейчас на инновационное развитие. Кроме производства деталей учебного центра, на базе «Мизона» работает инжиниринговый центр, который помогает производственным предприятиям быстро и эффективно осваивать современные технологии. Чтобы поделиться опытом и развивать инновации в регионе, сегодня в рамках Межрегионального совета по кооперации компания «Мизон» заключила соглашение с Вологодским госуниверситетом, федеральным и региональным институтами поддержки бизнеса. Из-за отсутствия вот такого эффективного сотрудничества мы вынуждены были делать все сами. Поэтому у нас есть, скажем так, и производственная площадка, есть и группа инженеринга, вот, есть и, ну, здесь уже есть и свой учебный центр. Нам нужны другие масштабы, другие результаты, и поэтому здесь нужно сотрудничество. Здесь действительно очень важно именно взаимодействие, сетевое взаимодействие не на уровне какой-то жесткой иерархии, а именно взаимопомощь по развитию вот как раз проектов, которые позволят повысить технологическую оснащенность предприятий региона. Найти партнеров и поставщиков, познакомиться с лучшими практиками по кооперации предприятий. Для этого уже второй год подряд в регионе проходит Межрегиональный совет по кооперации. За два дня, 12 и 13 октября, 20 компаний договорились о бизнес-кооперации. В том числе речь идет и о реальных поставках продукции.